Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил Очень трудно искать в темной комнате черную кошку Особенно если там ее нет Здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры Сегодня хочу с вами поделиться четырьмя позициями В которых белые красиво добиваются победы Ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш за белых Во всех четырех позициях белые начинают и выигрывают Но во всех четырех позициях есть подвох А в одной вам надо найти черную кошку Когда вы решите эту позицию вы поймете о чем я говорил Первая позиция Вторая позиция Лучше всего ставить позиции на доску Но желательно шашки не двигать Желательно все это находить в уме Третья позиция и наконец четвертая позиция Показываю решение Первой позиции белые красиво выигрывают Она приведена в партии Липинович-Перчонок Школа позиционной игры Но первый ход ДЕ5 очевидно из-за белых И черным надо отходить ДЦ5 А Ж3 играть бесполезно Присоска здесь не работает Просто бьем вперед Затем нападаем на шашку Е5 сзади Затем ограничиваем Шашку по тройнику Ну и на единственный ход АБ6 ставим дамку на С1 Как бы черные не играли Здесь Б5 или БЦ5 Затем меняемся БЦ3 Или хо побеждаем Поэтому после нападения ДЕ5 черным надо отходить ДЦ5 Ну и вот здесь пошел подвох Первой позиции Смотрите Напрашивающийся ход Е6 не ведет к победе Черные играют СД4 Ну и на ход ФЖ7 Жертвуют шашку ДЕ3 И пытаются прорваться в дамки Белым надо играть ДЕ3 Потому что черные грозили Провести шашку в дамке СЖ3 И обрезать белых по двойнику Ну черные ведут шашку в дамке СЖ2 Белые играют СЖ8 Надо контролировать большую дорогу Ну и на нападение СЖ1 Надо отходить СЖ4 Черные играют АБ6 То есть хотят перевести Шашку на Б4 И затем разменять шашку Белых СЖ8 Если они это сделают Это будет ничья Белые играют ФЖ5 Ну и на ход БЦ5 Здесь белые уже вынуждены реагировать То есть надо переводить дамку На поле С3 Тогда черные играют СЖ2 Белые могут напасть разок С поля Е1 Тогда нападаем по большой дороге И белые вынуждены закрыться Черные снова отходят назад И видите Здесь Три раза если позиция повторяется Будет ничья повторением С трехкратным повторением позиции Поэтому белые вынуждены что-то придумать другое У Б3 играть бесполезно Из-за стандартного приема Отдаем шашку СБ4 На С5 бить бесполезно Будет ничья Ну если на А5 белые бьют Тогда черные занимают Большую дорогу Ну и ничья очевидно Если же в этой позиции Белые делают более сильный ход ЖФ6 Здесь черные Должны правильно сыграть Здесь тоже подвох В чем заключается ловушка Нельзя жертвовать СБ4 И нападать Из-за приема под названием Столбняк Белые красивые играют ФЖ7 Ну и черным некуда бить Если они бьют на А1 Тогда просто ставим дамку на А8 Это называется Столбняк Видите Если бьют на А8 Тогда ставим дамку на С3 И белым здесь Помогает Своя шашка Б2 То есть видите За счет нее Белые могут укрепиться На большой дороге И Белые красиво побеждают Но все таки Ничья здесь еще была Надо было просто Нападть с поля Е1 И вот в данном случае Шашка Б2 Уже здесь Хоронит Надежды белых на победу Потому что Нельзя отходить Ни на А5 Ни на С5 Потому что Черные разменивают дамку белых И достигают ничей Разобрали ход Е6 Он не ведет к победе Напрашивающийся ход Но он не выигрывает А красиво выигрывал Именно ход БА3 То есть мы заставляем Черных двинуть шашку А7 И вот теперь уже идем в дамки Е6 Надо играть СД4 И мы играем ФЖ7 Бесполезно жертвовать ХЖ3 Здесь у белых Простой выигрыш На ход ДЕ3 Ставим дамку По большой дороге И на поле Д2 Идти нельзя Из-за Вот такого удара Белые жертвуют дамку И побеждают А на поле Ф2 Нельзя идти Из-за Жертвы ХЖ3 Затем Нападаем На черную шашку Б6 Затем Легко выигрываем Поэтому в этой позиции Черным надо жертвовать Именно таким образом И играть ХЖ3 Здесь снова подвох Напрашивающийся ход ЖФ8 Ведет лишь к ничьей Черная игра ГН2 И нет Выигрыша Не после ДЕ3 Не после ДЦ3 То есть на ДЕ3 Жертвуем шашку Затем Нападаем на шашку Е3 Надо отходить Черные занимают Большую дорогу И это только ничья Если же в этой позиции Белая игра ДЦ3 Тогда черные Снова Щедро жертвуют шашку БЦ5 И ставят дамку На поле Ж1 Это Знаменитая позиция Которую Проанализировал Гроссмейстер Зиновий Цирик Я ее также разбирал Кто не знает Как тут делать ничью Подсказку Оставлю В верхнем правом углу Что выяснили Друзья Это ничья А где все-таки Был выигрыш То есть В этой позиции Надо было сыграть Именно Гедой 4 В чем идея То есть Нельзя ставить дамку Потому что Белые ставят Также дамку На Ф8 И видите Здесь уже черным Мешает своя шашка На поле Б6 Жертвовать шашку Бесполезно Нападать Просто отошли Ну и на нападение Ставим Дамку По большой дороге Проводим все Три шашки В дамке И побеждаем С помощью Треугольника Петрова Он на ход Б5 Ставим Дамку На Ф8 И здесь Стандартный прием Уже То есть Приходится Ставить дамку На Ж1 Лучшего нет Тогда закрываемся Дамкой С поля С5 И грозим Сыграть На поле А7 И поймать Дамку черных А отходить На А2 Бесполезно Потому что Дамка черных Попадает уже В петлю И белые побеждают Такой красивый Выигрыш Вторая партия С переменой Цвета Она Возникла Позиция Возникла Из партии Бурылов Седов На чемпионате России Мне удалось Победить Рославского Кандидата Мастера Эдуарда Седова Сейчас Кстати Мастер Спорта Я ее Уже Разбирал Показывал Давненько Но все Таки Еще раз Повторюсь Потому что Позиция Красива В этой Позиции Напрашивающийся Ход СД6 Ведет Лишь к ничей Вроде Кажется На самом деле Что белые Выигрывают То есть Просто Нападать Нельзя Потому что Здесь Белые Разменивают Дамку Черных И действует Правило На шестой Горизонтали То есть Белые Успевают Обрезать Дамку Черных Вот похода В дамке И легко Побеждают Но это Только на первый Взгляд На самом деле Тут Ничья То есть Не надо Нападать С поля А3 Надо сыграть АБ6 Именно И здесь Видите Уже Черные Грозят Рано или поздно Напасть С поля А3 А на ход ДЕ7 Они все равно Нападают И видите На Ф8 Нельзя Ставить Дамку Из-за БЦ5 Белые Даже Проиграют А если Они ставят Дамку На Д8 Тогда Заходим В любви И черные Достигают Ничьей Выигрыша Нет А где Все-таки Выигрыш В чем Подвох Мы увидели А где Выигрыш Выигрыш Только после Хода Ж4 Ну Бесполезно Нападать Уже Тут С поля А3 Просто СД6 Играем И правило Шестой Горизонтали Белые Побеждают Приходится Нападать С поля Ж5 Тогда Уходим На поле Б2 Не давая Нападения С поля Е7 Из-за Кода Б3 Черные Снова Нападают С поля С1 Здесь Уже Можно Закрыться Б3 Видите Снова Нельзя С поля А3 Нападать Из-за Правила Шестой Горизонтали То есть Будет Размен И Белые Первыми Успеют Пройти В дамки Поэтому Черные Еще Как-то Сопротивляются Видите Обрезают Белых От похода В дамки Белые Делают Выжидательный Ход Дамкой На 1 И черной Дилеммой То есть Если Сыграть На 6 Тогда Белые Повели Шашку С5 В дамке Здесь Они Ее Проводят И постепенно Добиваются Выигрыша Сильнейшее Сопротивление Сыграть На С7 И Здесь Белым Надо Играть А Ж5 То есть Здесь Шашка С5 Стоит Но Уже Шашка Ж5 Прокрадывается В дамки Черные Еще Сопротивляются Нападают С поля Д8 И Видите Нельзя Отходить Потому что Будет Нападение С поля Е7 Черные Отъедят Шашку С5 И Добьются Ничей Но Здесь Все-таки После Нападения Есть Выигрыш Четко Закрываемся Дамкой Ну и Нападение С поля Б6 Отходим Просто Просто Отходим Не надо Тут Дамкой Закрываться Тут Просто Идем В дамки Допустим На ход На Д8 Дамкой Играем ДЕ7 Ну и все Белые Постепенно Побеждают Строят Боевую Позицию И выигрывают Тони знают Как строить Боевые Позиции Три Дамки Против Дамки И шашки Подсказку Оставлю В верхнем Правом Углу Третья Позиция С подвохом Оказывается Здесь Была Черная Кошка В чем Суть Кажется Что белые Побеждают Но на самом Деле Выигрыша Нет Я над вами Немного Пошутил Смотрите После Хода ЦБ2 Ну были Два хода Либо ЦБ2 Либо ЦБ2 А черные Добиваются Ничей Они играют АБ6 И на нападение ДЕ5 Здесь уже работает Присоска АЖ3 Если побили Допустим Две Обе стороны Идут В дамки И белые Не успевают Поймать Шашку Черных Партия Завершается Ничей Если же В этой позиции Сыграть Б3 Тогда черные Сами нападают ДЦ5 Надо отходить ДЕ5 И здесь Игра Б5 Черные Белые Игра От ЕF6 Ну и правильно Сыграть СД4 Естественно Нельзя играть АБ4 Потому что Этот ход Проигрывает Белая Игра ТФ7 Ну и на единственный Ход БЦ3 Ставят Дамку Ж8 Приходится Отходить Лучшего Нет И вот Здесь Видите Белые Побеждают За счет Трамплина А к ничей Все таки Вел Ход СД4 Когда белые Играют ФЖ7 И черным Надо жертвовать Шашку В эту сторону Именно ДЕ3 АЖ3 Проигрывал Играем Затем АЖ3 Ну и видите Черные Грозят Провести Шашку Ж3 В дамке И обрезать Белых По двойнику Поэтому Белым Надо играть ДЕ3 Ж2 Допустим Ставим Дамку На АЖ8 И черные Нападают Бесполезно Отходить Е4 Потому что Черные Разменяют Шашку А3 И добьются Ничей Если же Белые Закрываются Тогда играем На поле АЖ2 И видите Белые Не могут Провести В дамке Ни шашки Е3 Ни шашки А3 Поэтому Партия Завершается Ничей Более Сильная Атака Возможна После хода ЦД2 Но здесь Также Черные Добиваются Ничей То есть На ход ЦБ6 Белые Все таки Выигрывают Это неправильный ход Смотрите Нападаем ДЕ5 Здесь уже Присоска Не работает АЖ3 Так уже Бесполезно Мы побьем Две И просто Выиграем Поэтому Приходится Отходить ДЦ5 Белые Просто Идут Дамки ЦД4 ФЖ7 Надо заходить Людки ДЕ3 Лучшего Нет И здесь Надо сделать Точный ход Ж8 У черных Выбор Если они Бьют На Ц1 Тогда мы Ставим Дамку На Ш8 И Ловим Дамку Черных С выигрышем Здесь В конце Концов Все завершается Приемом Запирания Если же Черные Бьют В этой Позиции На поле Ж5 Тогда проще Всего Напасть Сзади С поля АЖ8 Ну и черным Просто некуда Прилично Пойти Остается Только Сдаться А где же Все таки Была ничья Ничья Была После Неожиданного Хода АЖ3 Спасает Только Вот Эта Жертва Затем Черная Игра ЦБ6 Ну и на ход АЖ3 Нападают ДЦ5 Бесполезно Закрываться ДЕ3 Лучше Сыграть ДЕ5 В принципе Все это ведет К одному и тому же Черная Игра ЦБ4 Приходится 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 Играть ДЕ5 Тогда Либо Заходим В любки Либо Играем БЦ3 И черные Достигают Ничей Если же После нападения Белые Закрываются ЖФ4 Тогда Здесь Такая Ничья Ставим Дамку На А3 И здесь Видите Вот Будь шашка Ф4 На поле А4 Это был бы Выигрыш А вот здесь Только Ничья То есть На лучший ход ФГ5 Нападаем С поля Ц5 Приходится Отходить Еще раз Нападаем Закрываться Тогда Уходим На поле Б8 И держим Связку Дамки И шашки Белых На любой ход ЖФ6 Или Ж6 Играем АБ4 Допустим АЖ7 Меняем Одну из шашек И черные Достигают Ничьей Вот Друзья Это был Самый главный Подвох Это была Черная Кошка Ну и наконец Последняя Позиция Здесь все таки Убил их Выигрыш Не ведут К победе Отходы Дамкой На Ж5 Или А6 Давайте Рассмотрим Первый Вариант Почему Они не Выигрывают Тогда черные Жертвуют Шашку И играют ЦБ2 Ну надо Занимать Большую Дорогу ЖФ6 Тогда черные Играют Ставят Дамку На С1 Грозят Напасть В поле А3 Поэтому Белым Надо играть СД6 Лучшего Нет Ну и здесь Красиво Ведет Ничей От АБ6 Помните Партию Бурылов Седов Похожий Прием То есть Снова Черные Грозят Напасть В поле А3 Поэтому Приходится Играть ДЕ7 Черные Действительно Нападают И на Ф8 Даже Проигрывают Поэтому Приходится Ставить Дамку На Д8 Тогда Черные Заходят Лучки И партия Завершается Ничей Похожий Прием Мы уже Сегодня Видели Бесполезно Отходить Дамкой Также К ничей Ведет Ход ЖФ2 Здесь Красивая Ничья Но Есть Ловушка Тоже За белых Смотрите Черные Жертвуют Шашку АБ4 Играют СБ2 Белые Занимают Большую Дорогу ФЕ5 Надо Ставить Дамку На С1 Грозит Нападение С поля А3 Поэтому Надо играть СД6 И Черные Здесь Все равно Нападают Надо Отходить И В чем Заключается Ловушка Нельзя Сразу Заходить Люки На Д6 Этот Ход Проигрывает У меня Почему-то Ничья Показана Этот Ход Проигрывает Потому Что Здесь Белые Отходят На поле H2 И Играют ФЕ3 С Неотвратимой Угрозой На любой Ход Отдаем Шашку Е4 И Белые Побеждают Такая Ловушка А ничья Все-таки У черных Есть То есть Не надо Сразу Нападать С поля Д6 Надо Напасть Сперва С поля Ц5 Белые Вынуждены Отойти И Вот Теперь Мы Уже Заходим В Любки Как бы Белые Не играли Допустим Е4 Видите У белых Нет Темпа Даже И был бы Все равно Черные Достигают Ничьей Ну и Где Все-таки Выигрыш А выигрыш Был только После Хода GH2 Здесь Черные Достигнуть Ничьей Не могут Здесь Есть Два Варианта Если Черные Жертвуют Шашку Играют ЦБ2 Тогда Занимаем Большую Дорогу Если Черные Ставят Дамку На поле Ц1 Играем ЦД6 Здесь Уже Любки Не спасают То есть Если Черные Нападают С поля А3 Мы Отходим И Бесполезно Заходить Любки Потому что Белые Ставят Дамку На Б8 И Побеждают АБ6 Тут Уже Бесполезно Играть Потому что Просто ДЕ7 Ну и Нападение С поля Е3 Уже Проигрывает Просто Нападаем С поля Д8 И Белые Остаются С тремя Единицами Против Одной Дамки Черной Первый Вариант Второй Вариант Если Черные Играют АБ6 Тогда Уже Играем На поле Ж5 Ну и После Хода БЦ5 Играем Допустим На А6 Приходится Жертвовать Шашку Играть ЦБ2 Тогда Занимаем Большую Дорогу После Постановки Черными Дамки Играем ЦД6 Затем Проводим Все Три Шашки В Дамки И Строим Боевую Позицию С Выигрыш Хитрые Конечно Собаки Легавые С подходцами Вашими